всем привет мальчики и девочки знаю что смотрят не только девочки смотрят еще и мальчики мой канал очень приятно еще очень приятно что расширилась граница возрастная поэтому рада всех приветствовать девочки мальчики ребята молодежь всем рада заходите на канал рассаживайте поудобнее ставьте лайки подписывайтесь почаще посещайте пишите комментарии пишите приятные комментарии пожалуйста думаю что время уже пришло мне периодически наверное напоминать о том что бы на моем канале не затрагивали религиозные темы меня это не интересует и я буду удалять такие комментарии и пожалуйста не затрагивает тему в той местности в которой я нахожусь в которой я живу меня это я не могу этого изменить и я не хочу об этом рассуждать поэтому пожалуйста созидаем творим занимаемся творчеством и разговариваем только об этом сегодня я хочу с вами делать коврик под свою швейную машинку у меня образовался симпатичный кусок ткани я покажу что я уже сделала как я уже приготовилась и я вам показываю и мы идем делать стежку сошлись все помощники тут же слышат как они только слышат не подходи там лежи молодец как они только слышат все это да помощники не подходи сюда посмотрите я давно запланировала сделать коврик под швейную машинку себе на стол и вот вдруг скоропостижно мне попался вот такой платочек на развес секунде я его прикупила ну вышел он мне там я не знаю может 6 рублей может меньше но вес был 250 рублей килограмм по моему но вес это он совсем каплю поэтому я не думаю что он затянул то может 10 но может 15 максимум не думаю смотрите что я сделала часть от него я отрезала куда-нибудь пригодится мне нужны будут бабочки эти все ну позлобилась в общем то хотя можно было как раз его так по рамочке втулить но будет так как есть смотрите здесь ватин кто помнит оставалась я думала поставлю на оверлок но кусочка этого ни туда ни сюда не хватало на машинку только был отсюда отрезан кусок это мне лена моя подписчица побеспокоилась когда-то потом здесь идет кусок льняной скатерти потом идет собственно платок но так как я его вырезала утюг пахнет я купила маленький утюг и забыла им похвастаться ну при полите его уже при полила не знаю даже не очищается но удобно пользуюсь но такой видно из недорогих поэтому не фонтановский и так простите рассказываю так как я вот тут вырезала видите там я добавила внутрь кусочки то есть такая частичная пицца частичная аппликация частично не пойми что как у меня всегда это мне моя знакомая анечка она занимается декором свадьбы всяких мероприятий отдала кулек обрезка вот оранжевые желтые я решила сюда использовать это у меня куски вообще лежали выкидываться и вдруг я их использовала но когда я это все накрою органзой и когда я все это отстрачу а отстрачивать мы будем с вами вместе делать стежку вы видите как это все красиво то есть видите один платок так 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 дружочек сюда не подходим обязательно нужно лежать вот такой у меня теперь гость видите боня бонечка он уже так сильно не грустит за своими мама и папой но все равно он грустный у нас такой вот он до манипулятор уже понял что мы можно манипулировать так вот я сейчас это покрываю органзой скалываю показываю вам еще раз и мы садимся делать стежку покрыла я золотой органзой скалываю все наверное буду стягать темной ниткой я смотрю больше склоняюсь что красиво смотрится либо на темном светлое стежка либо стежка которая темнее чем нитка темнее чем основной фон как бы это сказать еще хотела кусочки фатина положить сверху вот этих всех но так цепляется все и тянется нужно не не устало усложнять себе жизнь сейчас буду стежкой все это собирать не знаю мне уже нравится мне уже нравится так машинку я как будто бы настроила все приступаем самое интересное я поняла что слышит моя собака каким образом она так быстро прилетает она слышит щелчок телефона когда я включаю ее и уж я не знаю что она там думает с кем я там разговаривали ей хочется внимание обвожу основные основные линии как всегда от центра и развожу их потихоньку 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 краям так а что ж у меня тут-то так а я поняла самое главное не забыть самое главное не забыть потом все кусочки мозаики обойти строчкой я еще в раздумье буду ли я полностью обстрачивать или я хочу свободно оставить внутри для свободного передвижения но их все равно нужно каким-то образом ограничить чтобы даже если они будут интересно там двигаться большой конечно очень неудобно возить туда-сюда мне придется этот подвиг совершить это будет первый приход поэтому желательно без спешки очень аккуратно посмотрю первую первую прострочку с изнанки когда я уже так все пишу что все иголочки достану тогда тогда уже можно смело крутить вертеть уже тогда так не не рассыпается не распадается сейчас вот уже смотрю завернулся края надо следить за каждым воскутком который внутри если это не та пицца которая совсем из остатков и вовремя когда мне нужно соблюдать там какой-то рисунок а просто равномерно распределить вот одно когда мне нужно еще следить за сохранением идеи рисунка это конечно уже несколько другой момент иголок я сюда поставила много много кусочков таких которые не хотелось бы чтобы сбегались не вижу где следующая игла нужно видеть это вот ты посмотри как она не просто сдвинулась просто развернулась как мне теперь поступить некоторые иголки по какой-то причине вообще повыскакивали такого у нас еще не было как я могла здесь пропустить как хорошо что я вовремя заметила как хорошо когда вовремя все происходит у меня взорвалась лампочка поменять смогу только днем поэтому будет темновато ну я сейчас покажу что уже получается видите я все иголки достала и сейчас буду просто прорабатывать пустые не отстроченные места в принципе в принципе этого можно не показывать полностью сейчас пройду все контуры где тут видно все контуры бабочки цветы все это выделю контурами в общем то я не думаю что это нужно обязательно снимать я сделаю эту стежку и покажу уже готовую стежку и как раз подумаю как я буду чем окантовывать возможно сегодня я и успею закончить мне сегодня срочно нужно конечно закончить бы этот матрасик под швейную машинку закончила я стежку на мои столики не помещается коврик поэтому приходится мне приходится мне снимать на полу и снимаю я изнанку ну до чего уже изнанка интересная получается ну видите набивается рука и уже и ниточка ложится машинка чувствует сразу сразу чувствует как как рука идет а это вот лицевая сторона все переплетения как бы с импровизированные перестрочила да кто-то там летают портал открылся летают какие-то сущности у меня тут это то что я кусочки положила под органзол так развеселить чуть-чуть чтоб не было чтоб не было скучно все каемочку я нашла сейчас я соединяю вот с подкладочкой это был мешочек мешочек от обуви видите там даже вышита надпись сейчас я все это вырежу скреплю и буду пришивать обтачку и потом покажу уже в интерьере всю эту красоту необыкновенную готов ну размер получился чуть меньше но это зависело от ватина Доброе утро не получилось мне вчера заснять коврик какой получился готовый под машинку я сейчас все это сделаю очень темно у меня сгорела лампа единственная лампа на сороковку стоит я и так при слабых лампах работаю мне как бы хорошо комфортно а вот снимать темновато и думала с утра придет придет утром будет хорошо снимать ну снимать нехорошо у меня теневая сторона деревья уже полностью заколосились солнышка сегодня нет у нас дождик идет ну будет как будет ну по моему лучше все равно чем вчера была хочу показать платье готовила на жару пошить сначала думала сначала думала пустить на свои творческие процессы потом решила нет и похожу красивая похожу красивая а месяц другом потом порежу на квадратики и на треугольнички я теперь знаю о чем это была всегда моя любимая поговорка между прочим порезать на квадратики потом на треугольнички потом выкинуть а теперь видите и выкрасить и выбросить оказывается у меня теперь в тему идет и квадратики и треугольнички порезать тоже манюня ты же пришла здороваться на втором дубле она точно поняла что разговариваю по телефону и пришла традицию соблюдать все полет сейчас я покажу коврик покажу сначала сам коврик потом покажу его в интерьере поэтому я выключаюсь и переключаюсь а вы 2 секундочки подождите пожалуйста и потом пожалуйста поставьте лайки пожалуйста подпишитесь кто не подписан пожалуйста поделитесь в соц сетях кто не поделился это помогает развитию моего канала и посмотрите рекламу которую присоединяют И напишите мне хорошие комментарии, пожалуйста, потому что плохие я все равно поудаляю. Всех целую и обнимаю. Мой обновленный рабочий стол. Пока здесь красная лампа, вообще-то тут зеленая, но я сломала на ней вилку. Вот как выглядит теперь мой коврик красивый, стану со стороны света. В очередной раз переставила, что я мусор не собрала. Вот так выглядит изнаночная сторона. Гантик. Я еще его прошила строчкой для квилтинга, для петчворка. Простите, может я путаю какие-то слова волшебные. Ну, я самоучка, просто люблю заниматься шитьем или рукоделием, скажем так. Всем рукоделием я люблю заниматься. Это хотела, видите, выкинуть, такие уже совсем были обрезочки, но не выкинула. Плотненький, красивенький, симпатичненький. Сейчас я все поставлю, как будет стоять. Ну, конечно, все закроется. Но, опять же, для чего мне коврик? Во-первых, амортизацию делать. Во-вторых, когда я, допустим, ну, на какой-то период буду закрывать все свои рукоделочки. Я машинку сдвинул в угол, эта штука собирается, складывается, занимает очень мало места. Машинку сдвинул в уголок, одел чехольчик с тюльпанчиками и будет цивильненько все выглядеть. Ну, и опять же, все вписывается, эти желтые шторы, конечно, как я хочу их уже заменить. С нашими реалиями все это затянулось. Уже давно должен был быть, два года назад, ремонт и смена всех декораций. Ну, пусть, бог с ним, были бы все живы-здоровы. Все, я сейчас ставлю машинку, ставлю все на место, рабочее, рабочее место на место. Ну, и кусочек покажу, как это будет удобно выглядеть. Вот какая красота получилась. Конечно же, гораздо все цивильнее смотрится. Вот почему у меня зеленая лампа, что за мусор. Потому как у меня стулья зеленые. Стулья у меня зеленые. Это новый проект готовится. Нашла платочек бабушкин, когда-то я дарила, так он у нее и лежал до лучших времен. Долежал теперь, теперь долежал, видите, до нового проекта. Но это будет, конечно, не здесь, не на этой табуреточке. У меня дома, я так люблю табуретки, это с детства любовь. У меня каких только табуреточек нет, и они всякие функции, всякие функции исполняют. Это, видите, такая высокая табуретка. Иногда она как стульик работает, иногда она работает, как стремянка вкручивать лампы. Это мой штатив. А из этого будет новый коврик, но это будет месяца через два, наверное, через три. Это будет новый коврик на комод. И тоже буду подгонять под один цвет. Поэтому ожидайте, заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Постоянно что-то новенькое. Буду делать новые панно, собираю материалы, и будет новое панно. Все-таки я простыла, горло у меня хрипит. Все, всех целую, обнимаю, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайки тоже продвигают мой канал, поэтому кто такой злой и плохой, кому минус в карму, тот поставит дизлайк, он все равно продвинет мой канал. Все, всех целую, обнимаю, всех рада видеть. Заходите ко мне в гости. Субтитры создавал DimaTorzok